Всем привет! Этот сыр очень популярный на ютубе. Я решила его приготовить и рассказать вам подробнее о его вкусе. Первым делом литр молока выливаем в кастрюлю, ставим на плиту и включаем огонь чуть выше среднего. Молоко лучше всего брать самое жирное. Пока закипает молоко, 3 яйца слегка взбиваем и добавляем туда 200 грамм сметаны. Хорошо всё размешаем до однородности. Сметану также лучше брать самую жирную. Также нужно подготовить посуду, ковшик, либо кастрюльку, дуршлаг и марлю. Вернёмся к плите. Молоко нужно подсолить, добавьте 1,5 чайной ложки соли. И теперь смотрите, когда молоко начинает закипать, вот-вот поднимется пена, добавляем яичную смесь. Примерно через 5-7 минут масса начнёт сворачиваться. Вот такие крупные хлопья получаются и когда сыворотка станет более-менее прозрачной, можно всё сливать. Если в этот сыр вы планируете добавить орехи, либо зелень, самое время это сделать. Полученную сыворотку я выливаю, мне она не нужна. Теперь марлю нужно завязать и поставить под пресс весом примерно 1 килограмм. Я заранее подготовила себе вот такое вот приспособление для того, чтобы придать форму сыру, но этого можно не делать. Теперь сыр оставляем на часа 2, чтобы стекла сыворотка и он немного остыл. И можно пробовать. Попробовав такой сыр, я так и не поняла, почему его называют сыром. Скорее всего, только из-за внешнего вида, так как вкуса сыра здесь абсолютно нет. Это очень вкусный, плотный, нежный омлет. Такое блюдо идеально подойдёт на завтрак с кусочком хлеба с маслом и с чаем, то, что надо. Также, я думаю, такой омлет можно добавлять в салаты, в состав которых входит омлет. Я его обжарила, вот такие вот золотистые вкусные кубики получаются. Их, я думаю, смело можно добавлять в любой салат. Спасибо вам за просмотр, очень надеюсь, что видео было для вас полезным и интересным. Приятного всем аппетита и до новых встреч!